Академик Раушенбах приводит в пример такие фрагменты. Например, сидит фараон на троне, лицо у него в профиль, ну вы знаете про Египет что-то, да, наверное? Почему лицо в профиль? Потому что для каждой части выбирается наиболее информативный поворот, скажем так. Если вы серьезно задумаетесь над этим и попробуете человека таким образом адаптировать, представьте себе, что вы просто берете человека и впечатываете его в стену, ну так, чтобы каждая часть тела была видна как можно более понятно. Понятность это важный критерий. Глаз сбоку не видно, поэтому глаз изображается полностью, так как мы видим его фаз. Руку не видно вот так, ну вот так, например, не видно руки, поэтому рука изображается все время в виде открытой ладони. С ногой наоборот, нога никогда не смотрит на вас. Это просто технически еще тяжело, знаете, когда вы ногу так рисуете, стараетесь нарисовать в таком ракурсе, например. Она получается похожа на копытца слона, ну вот, то есть не получаются ноги. Как это решалось в Египте, видите, все ноги в профиль. Как это решалось в иконе, все ноги вот так вытянуты были. Так как будто они святые, как балерины на пуантах, практически не касаясь земли. То есть парят в воздухе. Египтяне идут, эти парят. Спасибо.